Дорогие друзья, приветствую вас в литературной гостиной журнала Симбирск. Сегодня у нас в гостях молодая поэтесса. И хочется по-пушкински воскликнуть «Здравствуй, племя, молодое, незнакомое». Наша гостья родилась в 2001 году, в 21 веке, а сегодня, сейчас мы представляем ее как молодого поэта. Мы поздравляем молодого автора с публикацией в нашем журнале и предоставляем слово Владе Митрофановой сегодня в нашей литературной гостиной. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Митрофанова Влада, и я хотела бы немного рассказать о себе, о своем творчестве, о начале творческого пути. На сегодняшний день я являюсь студенткой Ульяновского государственного технического университета по направлению архитектуры. Учусь на втором курсе. С осени 2020 года состою в Совете молодых литераторов. Кроме того, состою в Молодежном министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области. Мой творческий путь, на самом деле, начался еще с детства. У меня было какое-то особое тяготение к тому, чтобы выражать свои чувства, передавать красоту мира через разные образы. Причем я использовала самые разные способы. Я с детства очень любила рисовать. Училась в художественной школе. Сначала в художественной школе номер три, затем в областной детской школе искусств. Писать стихи я начала, наверное, примерно с 12 лет. Несмотря на то, что раньше тоже были некоторые пробы пера, но это в основном были строчки, рифмы. Я пробовала складывать какие-то красивые, четверостишие. Но так, чтобы заниматься этим более конкретно, к этому я пришла где-то в средней школе. Что интересно, на некие литературные способности обратили внимание мои учителя. Тогда они сказали мне, что у меня достаточно красивый слог в сочинениях. И это для меня было большой неожиданностью, потому что раньше я об этом не задумывалась и не представляла себя в роли автора. А после таких слов появилась какая-то вера в себя. Я на самом деле очень много занималась литературой. Я пробовала и сочинять сама, но и кроме того я изучала стихосложения, изучала то, как можно анализировать стихотворение и прозу. Прочту, наверное, какое-нибудь свое стихотворение. Нежнее паутиной нити прекрасного мгновения нить. В безумной череде событий ее никак не ухватить. Не положить в коробку запах и воздух прилетевших дней. Мы называем их этапом, а ведь они суть жизни всей. Это стихотворение о том, как мимолетны бывают мгновения прекрасного, вдохновения или счастья. И как обидно потерять эту ниточку. В средней школе продолжу мой, можно сказать, литературный путь. Я достаточно часто принимала участие в различных олимпиадах и конкурсах сочинений. Но больше, конечно, я занималась, наверное, анализом, нежели сочинительством. В какой-то момент ко мне пришло желание сочинять постоянно, не просто когда на меня нахлынет вдохновение, а именно практиковаться, можно сказать, не обестрочки. Постоянно учиться новому. И причем учиться у классиков и таких мастодонтов пера. На самом деле на меня достаточно сильно повлиял тот факт, что я очень любила читать, особенно классическую литературу. Одни из моих любимых авторов, прозаиков, это Достоевский, Жорж Санд, Герман Гессе. Из поэтов я, наверное, при первом знакомстве предпочитала «Золотой век», и моим любимым поэтом был Лермонтов. А позже, ближе к юности, я начала интересоваться Серебряным веком, и моим идеалом стали такие поэты, как Гумилев, Ахматова, Цветаева. Я очень любила заучивать стихи наизусть и часто повторяла про себя эти строчки. И для меня на самом деле было настоящей загадкой то, как авторы умеют создать настолько музыкальное, настолько образное и смысловое произведение. Вот эта красота стихов была для меня настоящим чудом, и мне очень хотелось быть похожей, научиться создавать что-то подобное, научиться передавать красоту мира, пропуская ее через себя и делиться с другими людьми. Это на самом деле такая потрясающая черта искусства, которая очень-очень привлекает меня и заставляет постоянно создавать что-то. Примерно год назад я начала именно сочинять стихи гораздо чаще и гораздо старательнее, чем раньше. Если ранее у меня были такие достаточно разрозненные пробы пера, как в прозе, так и в поэзии, то в это время я сделала некий упор на то, чтобы научиться стихосложению более основательно. И за этот год я сочинила очень много стихотворений, и, наверное, особым этапом в моей жизни стало то, что я стала членом Совета молодых литераторов. Совет молодых литераторов очень помог мне и раскрыться как автору, и дал мне очень большой опыт, очень большой толчок к развитию, потому что на литературной студии мы не только представляем свои произведения на разбор и получаем критику и советы по доработке, обратную связь и добрые слова и пожелания, но и учимся критиковать произведения других участников. Это тоже, на самом деле, очень полезный, очень интересный опыт. Если на первых литературных студиях мне казалось, что это так непросто и так долго придется осваивать подобные дела, то потом я как-то тоже раскрылась и приобрела, получается, совершенно новый навык. Хотелось бы еще отметить, что в моей семье, на самом деле, не я одна, творческий человек. Моя мама Марина Сергеевна Митрофанова, она тоже в детстве, юности и немного позже писала прозу и сочиняла стихи. И, наверное, тоже отчасти мне передались ее какие-то наклонности литературные. Когда-то в детстве я читала ее стихи и рассказы. Мой папа Митрофанов Вячеслав Васильевич рисовал в детстве. И тоже я помню, что, когда я была маленькой, мы рисовали вместе. Моя тетя Шишкина Ирина Владимировна является прекрасным пианистом и на сегодняшний день исполняющим обязанности директора детской школы искусств номер 4. Она замечательно всегда исполняла музыкальные произведения на пианино. И это тоже создавало у меня такое особое влечение к искусству. На самом деле, моя семья всегда поддерживала меня. И каждому из них мне хотелось бы сказать слова благодарности. Это и моя прабабушка Шишкина Иверасиня Филипповна. И моя бабушка Татьяна Владимировна. Мне еще стоит, конечно же, отметить, что для меня настоящим подарком стали первые мои публикации в журналах в этом году, в 2021 еще год. Я, наверное, не могла и мечтать о том, что я буду держать в руках сборник, в котором есть мои напечатанные строчки, потому что на самом деле бумажные страницы, бумажные книги и журналы, в них есть такая своя особая магия. Это несравнимо с выложенными в сетью строками, например. В этом году состоялись мои первые публикации в Ярославском журнале «Причал» и также вот в апрельском номере ульянского журнала «Симбирск». Я прочту несколько стихотворений, которые есть в этом номере. Ветер просил вспоминать о несбывшемся, вдруг принося ароматы далекие. Слушать, как в золоте травы колышутся, как поднимаются чувства глубокие. Запахом моря вернутся забытые летние ночи с кострами, улыбками. Пряностью пахнут лучами залитые и паутиной печали обвитые в старой квартире коробки с открытками. Привкус мечты у событий из прошлого, чьи-то глаза вспоминаешь усталые. Ты забираешь с собой все хорошее, так не забудь вспоминать небывалое. Также здесь есть несколько стихотворений с морской тематикой, которая на самом деле очень мне близка, как и любая тематика природы и тех чувств, которые она способна вызвать в душе человека. Я повстречала на берегах, вблизи таинственных глубин, создание в белом, как в снегах, с губами цвета, как рубин. Нежнейшей прелести полна морская нимфа, что поет о том, как плещется волна и тайны мира узнает. Ее прозрачно-белый шлейф увлек меня на дно морей. Удали остался темный шельф и свет забытых фонарей. Я научился в море жить, дышать, смотреть и не тонуть, жемчужин горсти находить, чтоб к нимфе с гордостью прильнуть. Я знала, что это навсегда, любовь вела, как на крылах. Быть может, путь мой в никуда, но кровь мою не тронет страх. Другое стихотворение навеяно произведением Гумилева «Жираф». «Жираф» немного перекликается по тематике. Ты, дитя, желтокого солнца далеких пустынь, Теплых сказок о синих волнах и напевах прибоя. На тебе отпечаток лучей золотых не остыл, А моей душе северной нет и не будет покоя. Я, привычная к снежной печали холодного дня, С голубыми глазами под свет ледяного покрова, Одинокой душой твою теплую душу обняв, Проживаю свою меланхолию снова и снова. Расскажи мне про пальмы, что весело машут в закат Изумрудными листьями цвета подводных течений. Я тебя буду слушать под майского грома раскат И пойму, что от грусти снегов не бывает лечений. На самом деле, многие мои стихотворения Навеяны как природными мотивами, так и настроением души. Очень часто в них присутствуют некие мифологические мотивы. Недавно случилось еще одно достаточно удивительное и радостное для меня событие. Я стала лауреатом молодежной литературной премии «Первая роса». Это было для меня совершенно неожиданно. Я даже не могла представить, что мое творчество будет так высоко оценено. Это безумно приятно. И в день получения награды я сочинила одно очень такое весеннее стихотворение. И тоже сейчас его прочту. Лесная тишь, созвездий паутина. Весенний ветер, шелковая лента. Еще зима тоскливо дышит в спину. Но ждет природа, чтобы ожить момента. Я грею руки в шерстяных перчатках. Меня не тронет холод этих будней. Душе моей осталось отпечатком. Теплой свет апрельского полудня. Как часто греет нас совсем не солнце, А свет, что носим мы с собой повсюду. Однажды обязательно вернется Вся радость прошлых дней новым этюдом. Есть еще одно стихотворение, посвященное музыке И еще одному потрясающему виду искусства, Которое тоже всегда вдохновляет меня на разные строчки. Унесла меня музыка в бездну далеких веков, Где вдоль берега Нила раскинулись пальмы шатры. И загадочным эхом разносятся звуки шагов. Под восточной песней в песках догорают костры. Здесь черты Клеопатры пленяют величием слов. Беспокойные духи луны похищают сердца. А уставшие путники ночью лишаются снов, Проникаясь восторгом при виде в уксору дворца. Карфагенские стены окутают мороком тайн. И уже не покинуть пленящую сеть никогда. Через музыку вижу я, как через чистый хрусталь, То, что тщательно прячет от нас и века, и года. Другое стихотворение навеяно такими достаточно грустными и романтическими чувствами По отношению к тем местам, которые бывают оставлены нами на долгие годы, И мы возвращаемся в них, и видим в них наше прошлое, Те чувства, которые мы испытывали, быть может, много лет назад. Когда-нибудь вернусь в далекий тихий дом, Где мирно бьют часы, отстукивая ритмы, И времени на лед покрыл забытый том, А сад туманный шлет тебе свои молитвы. Я пальцами пройдусь по пыльным корешкам, Почувствую, как в них еще теплеют жизни, Как фолиант до боли памятен рукам, И сердце, как в тисках, в воспоминаниях стиснет. Бывает, что момент застыл в своей красе, И ты его навек в душе увековечил. Как жаль, что так нельзя собрать в себе их все, Когда из них любой так мил и быстротечен. Есть еще одно стихотворение, Посвященное отчасти музыке, А отчасти человеку, который создает ее И проникается этими звуками. Называется «Неизвестный скрипач». Однажды влажным грустным днем Под шум листвы и стук дождя Одни, обнявшись, шли вдвоем. Кого-то злила серость дня, Другие кутаюсь в пальто. Спешили к дому, где их ждут. Среди толпы один был тот, Кто ждал, когда его поймут. Он мигом взгляд мой приковал С промокшей скрипкой на плече. С мучком миры он создавал, А в этом мире был ничей. Как рядом музыка лилась, Так оглушительно полна. Загадкам жизни, удивясь, Искала и не знала дна. А неизвестный музыкант, Невыразимое сказав, Так, будто видел рай и ад, Остался жить в людских слезах. Наблюдаю огонь, согреваясь под пледом. По лоскутному небу разбросаны капли Золотистых созвездий, Их призрачным светом очарованы В заводе тремлющей цапли. Наблюдаю огонь, И в стремительных искрах Узнаю наших чувств ярко-желтое пламя, Как горим в смене дней До безумия быстрой. Отдаёмся судьбе, Всё на карту поставя. Так летит на огонь Мотылек легкокрылый, Забывая свой страх, Что вернуться потянет. Так стремление жить Никогда не увянет, Только тянет и вдаль, И вперёд с новой силой. Хотелось бы, конечно же, Ещё сказать слова благодарности Моей учительнице литературы Штаниной Людмиле Анатольевне. Она была, наверное, Одним из первых людей, Кто обратил внимание И на мою любовь к литературе, И на то, что я тянусь к тому, Чтобы создавать что-то самой. Моими первыми читателями Была моя семья, конечно же. И они, на самом деле, Всегда поддерживали И всегда давали мне Стремление развиваться. На сегодняшний день я, конечно же, Планирую и дальше Заниматься различным творчеством. Мне очень хотелось бы В этом 2021 году Издать поэтический сборник. И, конечно же, Трудиться дальше, Работать над своим творчеством, Делая его лучше, Учиться, учиться, Ещё раз учиться У мастодонтов пера, И у своих современников, И у классиков, У тех, с кем я работаю сейчас, У членов Совета молодых литераторов. Ведь среди них, На самом деле, все люди Очень талантливые, Многогранные, И все настолько разные, У всех есть чему учиться. Есть ещё одно Очень хорошее событие. В этом году я стала Участником студенческой программы Фестиваля в Химках. Правда, в этом году Она проходит в режиме онлайн, Но всё равно Это на самом деле Потрясающий опыт, Так как Там проходят Различные семинары, На которых Можно будет разбирать Произведения других участников, А также получить интенсивы От опытных писателей и поэтов. Я думаю, что это Замечательная возможность И прекрасный опыт Для молодых авторов. Это возможность увидеть Не только, например, Ульяновских писателей, Но и писателей Из других городов. Вернись ко мне, Мой сон лиловый, На Учезарном берегу Скала с волной и бирюзовой, В покой пришедших стерегут. Художник, выцветший одежде, Поёт под арфу для дельфина О том, как странствовал он прежде. Прованс, Неаполь, Портофина. Они мечтали вечерами Всегда вдвоём В лучах заката. С утра, сверкнувши плавниками, Дельфин искал Морские клады. Художник ждал его И в море Искал мотивы новых песен, Чтобы их исполнить другу вскоре. И снова вечер их был весел. Приди ко мне, Мой сон лиловый, Покой пришедших стерегут Скала с волной и бирюзовой, На Учезарном берегу. Ну, как я уже говорила, Наверное, основной целью Всего моего творчества И поэзии, и живописи Является передача Красоты мира, Каких-то таких особых тонких мотивов, Которые не всегда можно увидеть, Но можно почувствовать. Мне очень хочется делиться этим С окружающими людьми, Потому что я сама на себе Испытала особую силу искусства, Что оно может утешить, Оно может научить, Оно может придать сил, Или Просто позволить увидеть что-то Новое и прекрасное в своей жизни. И ради этого я Учусь ради этого, Стараюсь Делать свои стихи, Свои картины Лучше и лучше. Ну, кроме Тех видов искусства, Которые я уже назвала, Я еще занимаюсь фотографией, Еще играю на гитаре. У порога осеннего леса Суету оставляют не мною, Все печали лишаются веса, Как увижу дорогу лесную. И лучи сквозь зеленые кроны В новом призрачно-блеклом оттенке. Этот бешеный мир так огромен, Но в тиши рассыпается в щепки. Первый иний хрустит под ногами, Так похож на полоску пломбира. Золотая листва окружевами, Вот и нет суеты всего мира. Здесь осень разметала свои краски, По темным уголкам души усталой. Ты прячешь шею в ворот водолазки, С порога поднимаешь листья калой. Пригрезится начало жизни новой, Ведь осень — это сон, но очень сладкий. На этот раз мечту зови основой, Пусть даже все покатится негладко. Пусть говорит, что хочет старый циник, А ты живи, люби, дыши и чувствуй. Ты слышишь осень, это твой будильник, Проснись и пой, пока в душе не пусто. Не знаю, что будет, Не помню, что было. Подхвачен ветром, лечу в неизвестность. Пока золотая трава не остыла От солнечных вздохов, согревших окрестности. Пока не погасла луна, Не исчезла мерцание звезд И дурманящий запах. И держит нас летняя ночь В цепких лапах, Позову ее не идти бесполезно. Наверное, поэзия — это состояние души. И я надеюсь, что действительно это будет со мной всегда. Это очень дорого мне. Именно те чувства, которые рождают во мне творчество, искусство. То, что я могу почувствовать, читая других авторов. Если говорить о художественной стороне, То я очень люблю писать маслом. И, конечно, надеюсь, что когда-нибудь мне удастся И организовать выставку, Чтобы тоже поделиться всем тем опытом, Который я накопила и выражаю в своих картинах. Кроме того, ну, конечно же, Хотелось бы стать хорошим специалистом В той области, по которой я сейчас получаю образование, То есть в архитектуре. На самом деле хочется развиваться сразу В нескольких сферах, Постоянно узнавать что-то новое И делиться этим с окружающими. Если говорить о мечтах, То, ну, конечно же, я мечтаю Стать хорошим специалистом Во всех тех областях, которые я для себя выбрала, Хорошим автором, художником, архитектором. Кроме того, я мечтаю, наверное, Попутешествовать по миру, Узнать людей, Узнать архитектуру, дух, атмосферу Других городов, других стран, Посещать различные выставки, Познакомиться с экспозициями Авторов Ренессанса, Я на самом деле очень люблю Эпоху Ренессанса в живописи, Так же, как Серебряный век в поэзии, Так же, как Золотой век в прозе. И, конечно же, я надеюсь, Что такие путешествия, Такие впечатления вдохновят меня На какие-то новые творения. Хочется, конечно же, пожелать Всем авторам неиссякаемого вдохновения, Потому что на самом деле Мир и есть источник Бесконечного вдохновения. Каждый новый день — это чудо. Каждое мгновение Таит в себе что-то прекрасное, И постоянно можно Черпать для себя что-то новое В окружающих людях, Во всем, что нас окружает, В природе, в нас самих. Мы благодарим Владу Митрофанову За участие в нашей программе. Добавим, что молодой поэт Стала лауреатом премии «Первая роса». Мы поздравляем Владу С этим замечательным событием. И, думается, Еще не раз Ее стихи Будут опубликованы В журнале «Симбирск». И хочется в заключении Повторить такую строчку Молодого автора. Пусть говорит, что хочет Старый циник, А ты живи, люби, Дыши и чувствуй. И вот на этой весенней Молодой ноте Мы завершаем нашу программу. Каждый новый день – чудо. Да будет так!